Первое заседание суда по делу об убийстве омского предпринимателя Николая Плахина. На скамье подсудимых его школьный товарищ. По версии следствия, 58-летний мужчина застрелил друга за отказ одолжить ему денег. В ночь с 15 на 16 сентября прошлого года подозреваемый приехал домой к приятелю-бизнесмену, хотел занять полмиллиона рублей. Он взял с собой огнестрельное оружие, поскольку предполагал, что потерпевший ответит ему на его просьбу отказа. И взял с собой пистолет, он прошел в данное домовладение, где произвел ряд выстрелов, после чего похитил имущество потерпевшего. В основном это ювелирные изделия, причинив ущерб. Имущество похитил на сумму более 500 тысяч рублей. Тело убитого друга мужчина перетащил в гараж, попытался скрыть следы преступления. Смыл кровь, повредил карту памяти видеодомофона, забрал с собой гильзы. Оружие выбросил в Иртыш и покинул город. Труп на следующее утро обнаружили супруга и сын погибшего. Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемого. Учитывая то, что незамедлительно следственно-оперативная группа на место выехала, были изъяты и обнаружены необходимые биологические следы, которые впоследствии доказали нахождение нашего обвиняемого в месте совершения преступления. В том числе были биологические следы обнаружены на поверхности шкатулки, откуда было похищено ювелирные изделия, которая также потом впоследствии проведена молекулярно-генетическая экспертиза, выводы которой доказали принадлежность биологического следа, принадлежности нашему обвиняемому. Следователи обнаружили подозреваемого в Тюмени. Выяснилось, мужчина находился в кризисном положении после закрытия своего ресторана. Чтобы рассчитаться с долгами, обвиняемый сначала работал в такси на автомобиле дочери. После машину стоимостью около полумиллиона рублей заложил. О финансовых проблемах экс-бизнесмена никто не подозревал. По словам соседей, Амич за свои средства благоустроил территорию частного сектора. Высадил деревья, разровнял проезжую часть. В то, что добродушный сосед мог решиться на убийство друга из-за денег, местные жители не верят. Ничего плохого не могу сказать. Хороший человек. Ничего он нам не сделал плохого. А в общем, я ничего не знаю. Вот так, по отношению к соседям, ничего плохого. Нормальный человек. Он только узнал с новостей, что так случилось. Ну, не знаю, по каким причинам это все было. Удивлены были, когда узнали? Ну, конечно. Съемочная группа телеканала Омск ТВ попыталась выяснить, появлялся ли подозреваемый в компании убитого бизнесмена. И какие отношения были между школьными товарищами. Мы отправились в фирму, которой владел Николай Плахин. Сотрудники дали лишь один комментарий. Цитата. Нам все известно. Конец цитаты. Готовы комментировать? Нет, не готовы ничего комментировать. А почему? Может быть, все-таки поговорим, но то есть ситуация произошла, она всем известна. Вину в преступлении подозреваемый признал частично. Его обвиняют сразу по трем статьям. Убийство, разбойное нападение и незаконный оборот оружия. На период рассмотрения дела подсудимый останется в СИЗО.